Если вы его не ставите, то вы не добьетесь 100% результата от такой стены. При монтаже стен из гипсокартона не забываем про... Теперь пару слов про шумоизоляцию пола. По поводу откосов. Очень много споров входит. Не забываем, что у вас должны быть... Если вы делаете стены из гипсокартона, то во всех влажных помещениях вам нужно использовать... Всем привет! Сегодня у нас жилой комплекс Академика Павлова, двухкомнатная квартира. Получился очень интересный инженерный проект и в этом видео я покажу вам, что мы сделали. Площадь квартиры 62 квадратных метра. Квартира находится на последнем 28 этаже. Сверху стоят вентиляционные установки. У нашего заказчика повышенные требования к шумоизоляции. Поэтому мы приняли техническое решение укладывать электрику по полу. Ремонт мы начали с штукатуривания внешних стен для того, чтобы построить правильную геометрию. Задали вот этот угол 90 градусов, продолжили его до стены, здесь тоже 90 градусов. И сделали коробку. Квартира у нас прямоугольная, все 90 градусов. При возведении стен не забываем монтировать акустические подрозетники. Если вы его не ставите, то вы не добьетесь 100% результата от такой стены. Акустический подрозетник, он обязателен в комбинации с акустическим герметиком. Вот так выглядят готовые розетки. Здесь у нас акустический подрозетник, 4 подрозетника. И вот видите, проступает акустический герметик. Заполняются швы, чтобы все было максимально герметично. Для придания жесткости дверного проема, а также для более правильного монтажа двери, все дверные откосы мы обшили при помощи фанеры. А вот здесь у нас будет сдвижная дверь. И вот посмотрите, мы сделали специальную нишу. То есть это стена полноценной шумоизоляцией. Обычно, когда делают сдвижную дверь, теряют шумоизоляции. Но так как здесь монолитный пилон идет, здесь толщина порядка 25 сантиметров, что позволило нам сделать стенку и еще специальную нишу, куда будет уезжать кассета с движной двери. После монтажа перегородок мы приступили к монтажу системы отопления и водоснабжения. Отопление мы полностью заменили от застройщика, потому что там было все сделано на дополнительных соединениях. А так как это все будет прятаться в стяжку, то обязательно это все под замену. Также делаем выводы из стены. Вот посмотрите, ставится мультифлекс и выводы делаются из стены. А изначально выводы у вас идут из пола, то есть надо будет резать чистовое покрытие. А так это более эстетично и практично. Весь водомерный узел у нас разместился в санузле. Здесь у нас водные экраны, редуктор давления, фильтра тонкой очистки, магистральные фильтра, проточный водогреватель, гребенка на горячую и холодную воду. Обязательно ставим компенсатор гидроудара. Также у нас здесь смонтирована система управления отоплением, подача и вратка. Также установлена система инсталляции на профиле ТСС и инсталляция аналогичного производителя. При монтаже стен из гипсокартона не забываем про акустический герметик. Это ваш самый лучший друг, поэтому все стыки, всех плоскостей вы силиконите при помощи данного герметика. Посмотрите, какие ровные линии. Тяжело оторвать глаза. Мы реально старались и даже, если честно, жалко делать сверху наливной пол, такую красоту прятать. Но ничего не поделаешь, надо продолжать ремонт. Электрический щиток у нас располагается в коридоре. Это все будет спрятано в шкафу. Вот здесь у нас будет шкаф до самого потолка. Вот так это выглядит до монтажа автоматов. Будет отрезаться лишний кабель и уже будет все упаковываться и приводиться в порядок. А слаботочный щит мы сделали вот в этом месте. Здесь тоже у нас будет шкаф до самого потолка. И вот здесь вот мы смонтируем щиток. Вывели уже все слаботочные кабеля. Здесь будет у нас расположен роутер. Еще раз посмотрите, как это эпично все выглядит. Очень много времени потратили на монтаж. И вот еще по поводу черновой электрики. Не забываем, что у вас должны быть строго вертикальные штробы. Никаких под 45 градусов, никаких горизонтальных, а строго вертикальные. Здесь у нас будет кухня стоять, придут мебельчики, будут вешать шкафы и могут попасть в ваш кабель. Поэтому вот у вас подрозетник, кабель пошел либо вниз, либо вверх. Никаких горизонтальных линий, никаких под 45 градусов. Либо строго вверх, либо строго вниз. По поводу откосов. Очень много споров входит, из чего делать. Мы делаем только под покраску, никакого пластика. Если у вас толщина большая, то делайте из ГВЛ, как это сделано здесь. То есть здесь вот видите, порядка 6 сантиметров штукатурить такой слой нельзя. Поэтому вы откос делаете из ГВЛ, это влагостойкий материал. Шпаклюете его и красите. Получается классно. Если вы делаете стены из гипсокартона, то во всех влажных помещениях вам нужно использовать аквапанель. Это производитель КНАУФ. Этот материал не боится воды. Он выглядит как гипсокартон, но немножко попрочнее. И полностью не боится влаги. Отличный материал. Так что во всех влажных помещениях используйте именно его. А вот эта стена у нас в спальне. Она ничем не отделывалась, потому что здесь будет делаться полная шумоизоляция от соседей. Поэтому она просто прогрунтуется и потом будет обшиваться при помощи зипс-панелей. Теперь пару слов про шумоизоляцию пола. У нас есть пластиковая трубка толщиной до 3 сантиметров. При помощи наливного пола мы выровняем всю поверхность квартиры. После чего на этот наливной пол, который скроет и трубы отопления, и электрику, мы постелим специальную шумоизоляцию. После чего сделаем полноценную мокрую стяжку толщиной 6 сантиметров. Получится пушка. Вот такой ремонт получился у нашего подписчика. Все ваши вопросы пишите пожалуйста в комментариях, либо по номеру WhatsApp, который я оставлю в описании к данному видео. Спасибо, что досмотрели этот ролик до конца. Всем пока!